В России зарегистрировано более 42 миллионов легковых автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство Автостад, ссылаясь на данные ГИБДД. При этом больше всего машин сосредоточено в Москве и Московской области. Около 3,5 и 2,5 миллионов единиц соответственно. Башкирия в списке регионов по объему автопарка занимает 8 место. На долю республики приходится почти 3% машин в стране. 15 сентября в Уфе состоится медовый фестиваль. На нем представят лучшие сорта меда, которым известны пчеловоды Башкортостана. Заявки на участие принимаются до 13 сентября. В программе мероприятий запланирована не только ярмарка меда, но и различные конкурсы. Так будут выбраны участники с самым широким ассортиментом продукции и с лучшим оформлением торгового места. Председатель России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о закупке транспорта для регионов. Башкирия до конца года получит 25 автомобилей скорой помощи и 41 школьный автобус. Автопарк республиканской скорой пополнит машины класса В российского производства, изготовленные на заводах УАЗ и ГАЗ. За счет новых машин собираются обновить имеющийся автопарк и избавиться от старого транспорта, у которого истек срок эксплуатации. Всего в субъекты России поставят около 900 автомобилей скорой медпомощи и более 1300 школьных автобусов. Правительством Башкирии принято решение о переносе сроков перехода к новой системе оплаты отопления в осенне-зимний сезон. Это сделали, поскольку изменения могут привести к превышению предельных индексов роста платы граждан за коммунальные услуги. Ранее предполагалось, что с 1 октября 17 муниципалитетов республики начнут оплачивать его только в отопительный период. Таким образом, в предстоящем осенне-зимнем периоде сохраняется действующий порядок оплаты отопления, как и в предыдущем сезоне. В постановлении правительства Башкортостана установлена среднемесячная величина прожиточного минимума во втором квартале этого года. Она составит около 9 тысяч рублей. Это в среднем больше на 4,5% чем в первом квартале. Напомним, что величина определяется ежеквартально на основе потребительской корзины в Башкортостане и данных об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Активисты школы номер 3 волонтерского движения «Твори добро» провели акцию «Сдай батарейку, спаси планету». Она направлена на бережное отношение к природе. В батарейках содержится много различных металлов. Ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, марганец и цинк. Все они имеют свойство накапливаться в живых организмах. С каждым годом человечество все сильнее ощущает существующие экологические проблемы. Если ты такой же активный и любишь свой родной край, принимай участие в данной акции. Башкирская государственная филармония Уфы пройдет фестиваль-марафон муниципальных районов страницы истории Башкортостана. Он состоится в рамках подготовки к празднованию столетнего юбилея республики. На марафоне Оргкомитет Благовещенского района готовит презентацию, которая включает концерт-экскурсию. Она отразит главные исторические, культурные и социально-экономические достижения района. Мероприятие пройдет 13 сентября, начало 18.00. 12 сентября в Благовещенске состоится торжественное открытие офиса центра продаж компании Уфанет. Для гостей подготовили песни, танцы и угощения. Каждый житель города сможет оставить свой след на специальном баннере, а также познакомиться с историей и услугами компании Уфанет. Начало праздников 10.00. Офис находится по адресу улица Седова, 118. Ждем всех жителей города. На трассе Уфа-Инзер-Белорецк произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля Ниссан Кашкай скрылся, не попытавшись помочь. От полученных травм 40-летний житель Кормоскалов скончался на месте. Нарушители объявили в розыск и в течение часа установили его личность. Им оказался 27-летний житель села Архангельское. 10 сентября на трассе М-5 возле деревни Табулдак произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкновение легкового автомобиля с КамАЗом. Имеются пострадавшие, их состояние не уточняется. Подробности и причины аварии устанавливают сотрудники ДПС. Уважаемые участники дорожного движения. Главное управление МЧС России по республике напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависит здоровье и жизни других людей. Магазин Хотей Плюс в Благоварском районе не хотел платить продавцу пособия по родам. Сотрудница обратилась в прокуратуру с жалобой, и она организовала проверку. Согласно законодательству, работодатель должен был назначить и выплатить ей единовременное пособие по беременности и родам, но решил сэкономить. В целях защиты прав женщины прокуратура района внесла в адрес директора магазина представление незамедлительно устранить выявленные нарушения и привлечь виновное лицо к дисциплинарной ответственности. Возбуждено административное дело по статье «Нарушение законодательства о труде». Материалы проверки направили в Государственную инспекцию труда по республике. В итоге руководитель выплатил ушедшей в декрет сотруднице около 120 тысяч рублей. Утром 11 сентября на трассе М5 в Башкирии загорелся больше груз. Сильное пламя мгновенно охватило кабину грузовика. На место вызвали специалистов МЧС и медиков. По словам очевидцев, пострадавших в инциденте нет. Водитель успел покинуть корящую фуру. Кабина выгорела дотла восстановлению, она явно не подлежит. На месте работают сотрудники ГИБДД. Причины возгорания предстоит выяснить пожарным дознавателям. Возможно, все дело в коротком замыкании. Директор Башмелия Водхоз Михаил Жигулев ответил в уголовном порядке за растрату государственного имущества. Он нашел применение недействующему трубопроводу, расположенному в Кушнаренковском районе. Предприимчивый руководитель продал расположенные под землей трубы орошения почти за 3,5 миллиона рублей. В апреле этого года он подписал договор, согласно которому владельцем закопанной в землю системы орошения становится нефтекамская компания. Михаил Жигулев продал трубопровод на корню, определив стоимость водовода протяженностью в 5 километров по 7500 рублей за тонну. Предприниматели успели вытащить часть труб из-под земли и увезти на лом. Против Михаила Жигулева возбудили уголовное дело. Он ответит перед законом за хищение вверенного ему имуществу в особо крупном размере с использованием служебного положения. Если мужчину признают виновным, он может отправиться за решетку на 10 лет. Терриста три года назад Петр I издал указ, запрещавший жителям столицы подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями. Заложив Петербург, он сразу же принялся заботиться о его улицах и каждую новую их прокладку утверждал лично. 12 сентября 1715 года он издал строжайший указ. Великий государь указал в Санкт-Петербурге публиковать свой великого государя указ, чтоб сего времени впредь скобами и гвоздями, чем сапоги мужские и женские подбивали, никто не торговал и у себя их не имел. Также и никто, какого пчину, кто не был, с таким подбоем сапогов и башмаков не носил. А если таким подбоем явятся сапоги или башмаки, и те жестоко будут штрафованы. А купецкие люди, которые такие скобы и гвозди держать будут, сосланы будут на каторгу, а имение их взято будет на его великого государя. 12 сентября 1959 года с космодрома Байконур стартовала ракета «Восток-Л». Она вывела на траекторию полета к Луне автоматическую межпланетную станцию «Луна-2». На следующий день она впервые в мире достигла поверхности Луны и совершила жесткую посадку на ее поверхности. В район моря ясности доставили два шаровых вымпела с изображением герба Советского Союза и надписями «СССР» и «СССР» сентябрь 1959. Одним из основных научных достижений миссии было открытие солнечного ветра. Это событие стало важным шагом в осуществлении Советским Союзом программой изучения Луны. Пещера Лоско открыта 12 сентября 1940 года французскими школьниками из городка Монтиньяк. Они случайно обнаружили пещеру, стены которой были сплошь покрыты рисунками людей и животных. Они нарисованы в натуральную величину охрой с сажей и мергелем и обведены темными контурами. Размер пещеры примерно 250 метров в длину при средней высоте в 30 метров. Возраст изображений был оценен в 15 тысяч лет. 27 декабря 1940 года пещера Лоско классифицирована как исторический памятник Франции, а в 1979 году вошла в список всемирного наследия ЮНЕСКО. О погоде. Благовещенске 12 сентября ночью температура воздуха плюс 8 градусов, днем 20 выше нуля. В Чешмахе и Глино ночью плюс 8, днем плюс 20. В Кушнаренково в среду ночью температура воздуха плюс 8 градусов, днем 20 выше нуля. В Карамаскалах и Языково ночью температура воздуха плюс 9, днем плюс 20.